Продолжение следует... Это понятие биомаркер, которое определяется как характеристика, которая может быть объективно измерена и оценена как индикатор нормального биологического процесса, или фармакологического, или фармакодинамического ответа на терапевтическое воздействие. Это понятие биомаркера от рабочей группы по определению биомаркеров от Национального института здоровья от 2001 года провело определенную черту и подводило итог многолетних испытаний различных биомаркеров от исследований при СПИДе, кардиоваскулярных заболеваниях до новейших на тот момент исследований в онкологии. Тогда же были установлены критерии, которым должен удовлетворять биомаркер. Понятие конечной точки и суррогатной конечной точки исследований. Дальнейшее развитие этого понятия привело к разделению биомаркеров на прогностические, которые отражают прогноз заболевания, и предиктивные, и появлению соответствующих определений. Итак, прогностический маркер определяет прогноз заболевания и их больше в совокупности, и одновременно прогностический маркер может быть предиктивным. Предиктивный маркер означает, что опухоль будет отвечать на определенное воздействие с высокой долей вероятности. И на слайде, вот на этом я постаралась определить эти самые мишени и терапевтические агенты. Но всегда ли препараты с известной точкой приложения имеют свой маркер? Нет. Существует большой класс химиотерапевтических препаратов, вот на нижнем рисунке отражены эти классы, которые воздействуют на клеточный цикл. Но всегда ли мы исследуем с помощью маркеров клеточный цикл? Почти никогда. Да. Другой класс препаратов в этом плане, например, такие препараты, как тамоксифен, или препараты с антихер-2 активностью, или препараты, которые ингибируют контрольные точки, парп-ингибиторы, они имеют свои мишени. И, соответственно, точки приложения и маркеры для этих препаратов исследуются всегда. На рубеже XX-XXI века произошло несколько значимых событий в изучении биологии рака молочной железы и терапевтических подходов. Знаете, я бы сказала, что это такой визуальный образ. У нас была большая коробка с пазлами, и мы думали, что эта коробка собирает одну картину. Но вот эти исследования, которые были проведены в 70-х, 80-х и на рубеже конца XX века, нам показали, что в этой коробке с пазлами по меньшей мере несколько картин. И теперь подходы для разделения этих разных картин, собственно, нам позволили исследования Чака Перу в 2000 году, которые использовали микрочипы для получения индивидуальных экспрессионных профилей. Удалось выделить так называемую внутреннюю панель и прогностическую панель. И в итоге этого разделения стало понятно, что существует по меньшей мере в этой большой коробке 4 разные картины, 4 разных молекулярных потипа. Анализ выживания в подгруппе пациенток с местно распространенным, я обращаю внимание, эстроген позитивным раком молочной железы показал статистическую значимую разницу между выявленными потипами. В итоге эпидемиологическая картина у нас выглядит следующим образом. Имеются люминальные потипы, которых большинство, да, это самый большой пазл на 1000 штук. С гиперэкспрессией Хердва это маленький пазл там на 100 штук и трижды негативный тоже маленький пазл на 100 штук. Примерно так. И дальше вот это разделение и по выживаемости, и по прогнозу нам позволяет, в общем-то, составить план выступления таким образом, чтобы понимать, какие новые перспективы у нас имеются именно в каждой из этих коробок, да, коробка с люминальным пазлом. Открытие молекулярных потипов по времени совпало с другим важным выводом, полученным в итоге двух клинических исследований, B14 и B20. Я взяла, позаимствовала слайд из презентации Руслана Маленькоича из РООМ, где, в общем-то, очень хорошо показано, что результаты этих двух B14 и B20 исследований в группе с эстрогенпозитивным ранним раком молочной железы. Материал этих двух исследований был использован для клинической валидизации прогностической панели онкотайп. Почему это важно? Потому что яму кроется в деталях. Эти исследования с ранним раком шли в группе эстрогенпозитивных опухолей, а сам статус позитивности определялся биохимическим способом. Основная валидизация произошла у нас на блоках, которые не подвергались стандартному иммуногистохимическому исследованию. Тогда как в настоящее время основным методом определения эстрогенпозитивного статуса является иммуногистохимический метод. И получается, что в рекомендациях у нас есть иммуногистохимия, валидизация прогностических моделей произошла без участия иммуногистохимии. И вот в этом парадокс. И это несоответствие даёт пищу появлению подобных обзоров. Что эстрогенпозитивный опухолист, позитивность установлена иммуногистохимическим способом. Это 5 плюс 3, это 5 плюс 1, это, например, 2 плюс 1, тоже позитивные. Данные 20-летнего наблюдения за такими пациентками с ранним раком после получения эндокринной терапии в течение 5 лет имеют ежегодный риск рецидива от 1 до 1,4-1,8% и до 21% в течение 20 лет. Эти данные заставляют задуматься о том, действительно ли пациентки с ЭГХ определенным эстрогенпозитивным статусом имеют генетический профиль люминального АК типа. И это здесь открывается большой вопрос о воспроизводимости данных, их взаимозаменяемости и взаимодополняемости. Соответственно, здесь вот мировая статистика по количеству публикаций в эпохе, я бы сказала так, постмодерна, посвященных исследованию воспроизводимости данных в самых разных областях. И вот это исследование Optima Prelim, оно как раз-таки из области таких данных. Большой коллектив авторов исследовали 816 образцов опухоли рака молочной железы пятью различными сигнатурами. И хотя все пять сигнатур определили сопоставимое количество в категориях высокого и низкого риска или в эквивалентных молекулярных по типах, имелась лишь слабая воспроизводимость между разными тестами на индивидуальном уровне. То есть на индивидуальном уровне у нас получилась плохая воспроизводимость. Подводя итог, что нового в лиминальных по типах? Новое, я считаю, заключается в том, чтобы договориться о том, что считать лиминальным по типам. Какие маркеры могут быть использованы для сужения спектра лиминальных карцином. И какие новые подходы или пороговые значения уже известных методик позволяют более или менее надежно выделить настоящие лиминальные, например, аккорциномы. И в этом плане работа, производимая, например, в поиск сочетанной экспрессии рецепторов андрогенов или рецепторов андрогенов с ФОКС-А1, они позволяют, собственно, выделить или вычленить новые коэкспрессионные профили для выделения маленьких, вот этих вот более, так сказать, соответствующих лиминальному А, как фенотипу, карцином. ХЕР-2 подтип. Это второй, так сказать, вторая коробка. У нас тут 100 паззлов, да, не так много. Здесь нет нового маркера. Однако у нас есть новые таргеты, новые препараты. И новость заключается в том, что нам придется изменять подходы к оценке. Эти новые подходы заключаются в том, что препараты основаны на, так сказать, эффекте свидетеля. Людмила Григорьевна в первый день говорила об этих препаратах. Что для нас, для патологоанатомов, практический вывод. Мы должны поменять и очень внимательно относиться к статусу ХЕР-2 1+. Потому что вот эти новые препараты, они потенциально, во-первых, размывают границы серой зоны, да, у нас был ХЕР-1+. Мы его считали потенциально негативным. На самом деле, к нему есть лекарства, и мы должны правильно теперь оценивать. И воспроизводимо на уровне внутрилабораторной, в межисследовательской воспроизводимости, хорошо, четко выделять эти зоны. И, наверное, здесь также есть место применения цифровой технологии оценки препаратов. И самый плохой, трижды негативный потип, я очень коротко расскажу. С одной стороны, это самый неблагоприятный потип, с другой стороны, здесь происходит значительная коррозия этого типа. Во-первых, за счет добавления группы с низкой эстрогеновой, с низкой, так сказать, профилем эстрогенов, туда, скорее всего, вот эти эстрогены менее 10% будут добавлены в группу трижды негативных. С другой стороны, будет вымывание из-за привнесения в клиническую практику новых мишеней, например, HER2-1+, он будет уходить в другую, в другой потип. Или внесение ингибиторов ПАРП для БРС позитивных опытов, которые, как правило, трижды негативные. Они также будут вымывать эту группу трижды негативных карцином. Поэтому для этой группы конкретно исследование туморинфильтрирующих лимфоцитов, либо их совокупности, либо по фракциям CD4, CD8, FOXP3, предоставляет большой-большой интерес. И было показано, что именно в этой группе, в отличие от всех остальных когорт при раке молочной железы, исследование и их значение имеет, так сказать, положительное прогностическое значение имеется. И у меня совсем мало времени. ПДЛ-1. Данные метаанализов говорят о том, что ПДЛ-1 является маркером плохого прогноза. В этом метаанализе было 39 исследований, около 10 тысяч пациентов в общей когорте. Да, ПДЛ-1 плохой прогноз. Но ПДЛ-1 на иммунных клетках в трижды негативных карциномах связано с увеличением безрецидивной выживаемости. Наши собственные данные говорят о том, что наличие ПДЛ-1 в трижды негативных карциномах достоверно предсказывает полный регресс после проведения неодевантной терапии. А в ретроспективной группе при анализе когорты пациенток с ранним раком, которые получали химиотерапию, является маркером благоприятного прогноза. И в заключении. В обновленных рекомендациях НССН, вот там вот есть два маленьких, две последние строки. И мы видим, что два сравнительно, так сказать, известных, но удивительно появившихся именно в молочной железе маркеры. Это микросателлитная нестабильность, которая может быть исследована с помощью иммуногистохимического или молекулярно-генетического анализа. Тест пришел, так сказать, из рака толстой кишки и опухолевая мутационная нагрузка. Этот тест пришел исторически из исследований меланом. И, в общем-то, эти два теста, они не связаны с групповой принадлежностью гормона позитивной, трижды негативной, хер-2 позитивной. Он может быть исследован везде. Они больше связаны с назначением ингибиторов контрольных точек, потому что считается, что наличие большого количества мутаций или они, в общем, провоцируют иммунный ответ. И, собственно, что может быть использовано в клинической практике. Что делаем нового мы? Мы делаем в своей лаборатории такую вещь, которая называется база данных. Сейчас мы в эту базу данных внесли данные более чем о 15 тысячах пациенток. В эту базу данных мы вносим все, что мы знаем об этой пациентке. И я считаю, что это на самом деле очень важная история. Этого нет ни в одном протоколе, ни в Каповском, ни в Европейском, о том, что нужно всегда отслеживать статус от биопсии, неодюванта, рецидива, метастаза у одной пациентки. И эта консолидированная сумма данных позволяет нам дальше проводить анализ первичной данной и, например, делать такие вещи, как выяснять границы серой зоны для воспроизводимости, выяснять, так сказать, неочевидные подтипы, например, трижды позитивные, выяснять смену фенотипа после неодюванта. И, в общем, мы сейчас заняты этой базой данных и, так сказать, дальнейшим исследованием для вас, клиницисты, дорогие. Благодарю вас, глубоко уважаемая Астерия Галимовна. Продолжение следует...